Доброе утро, девочки! Ой, я не могу. Вы знаете, это уже как в кино. Шёл шестой сезон сериала И плакали небеса. В общем, в Крыму всё по-старому. Идёт дождь. Всё лето, что ли, такое будет. Витя заезжал, говорит, ой, так хорошо, дождик. Я говорю, ты знаешь, вот вроде бы и неплохо. Но как-то меня такая погода не вдохновляет на какие-то чудесные дела. Я в такую погоду хочу спать. Не знаю, с чем это связано. С давлением, наверное, да? Меня клонит в сон. И поэтому от этого настроения особенного нет. Подъёма настроения нет. Опять вон там молния. Я говорю, всё как всегда. Ну ладно. Ну что же делать-то? Надо просыпаться. Ладно, включаем новый день. Ой, почему мой сын уехал? Он у него как-то быстренько схватил метёлочку. Тр-тр-тр-тр. И всё. Но ещё с этим дождём падает и падает. Я вот заметила, странная такая протяжённость. Мусор забирает, машина гремит. Придёт туча и стоит часа три. И вот капает, льётся вот это. Потом раз уходит. И до следующей тучи ветра особенного нету вообще. Видите? И вот она придёт, встанет и льёт. Господи, сколько же там воды-то наверху, а? Ой. Что это такое? Прям разверзлись небеса. Ну вот посмотрим сегодня, что будет. Ну а я что, пришла? Докрашивать надо. Обрезала я, обрезала. Вот эту буйную растительность зелёную. Она всё равно выше растёт, чем розочки. Розочки, вон они. Вон они, мои хорошенькие, маленькие такие. Ой. Пышным цветом растёт. Мои хорошие. А гляньте, слива-то как растёт. Я вот поубирала лишние стволы. И она прям прёт и прёт. Надо убирать этот пень больно большую. Так, а тут у меня, чего у меня? А чё у меня? Огурцы у меня вон. Вон, а. Красотень. Акации, как ветка, опустилась низко. С утра не было ветра. А сейчас поднялся ветер. Опять надует, небось, дождя. Как всё колышется. И подсолнух-то выше меня вырос. Ну, хотя не сложно быть выше меня. Я не люблю, когда много головок подсолнух. Я люблю, когда одна, но хорошая. Вон они, понаворостали тут пасынки. Уже с цветочками. А где-то тут. Ой, и богомолы кругом лазают. Растут прям на глазах тоже. Были такие мопопасенькие. А сейчас уже вон. Приличные пасынки. Ну, на этот я любуюсь целыми днями. Красавец. Красавец гранат, кто не знает. Я всё переживала, что не все канны взошли. Так зато они взошли вон по три ствола. Розочки цветут. Розочки цветут. А это да. Я его, знаете, почему не мою? Рододендрумы надо тёплой водой поливать. Я вот отсюда черпаю. Ну, а потом вымою. Ну, а это что? Танюшка насажала тут. Откуда-то всё мусор летит. А тут-то в тени, не знаю. Но вон цветут. Даже. Барвинок приживётся, не приживётся. Такие ветра. А у меня ж тут помойка за забором. И он хоть забор высокий. А толку? Какие-то пакеты всё время прилетают. Да, меня спрашивали. Кто-то не знает. Спрашивали, что это у меня за стены. Стены, девочки, это то, что я собирала на берегу моря. Стёклышки. Какие-то там, даже вон часы. Видите? Что находила, то и лепила на стену. Всякие зажигалки. Крышки. Видите? Зажигалка черноморская. Вот больше я не видела в продаже таких зажигалок. В общем, машинки какие-то сломанные. Ну, а в общем, прикольно получилось. Это я. А это я привозила с Канар. Номер квартиры. Но больше у меня так не совпало. Я тоже как память сюда её приклеила. На цемент. Я же не люблю выбрасывать всё. Вот, это дело я делала полтора месяца. Хотела и внутри, но надоело. надоело лазить вот это наверх. Цементу сколько у меня ушло. Ужас. Это тоже Танюшка насажала. Вот это всё надо разбирать. Чего-то выбрасывать, что-то заносить. А оно, видите, погода-то какая. Вот только я сейчас вышла. Сейчас что-то уберу, что-то поделаю, да. Смотришь, опять дождик пойдёт. Прям жду сухих дней. И надо будет заняться всем этим безобразием. И да, у меня теперь работает телевизор целый день. Но я не смотрю. Кто-нибудь скажет, вот, говорит, сколько лет телевизор не смотрит. Не смотрю. Я смотрю альтернативную историю. Неофициальная. то, что нам всю жизнь брешут. Альтернативную. Люди с образованием, с мозгами, которые раскапывают всё, как что. Где, когда построено на самом деле. Ну, просто огромное количество информации. Вот я их смотрю, этих ребят умных. Вот им я верю. Причём тоже не всем. Я смотрю несколько человек и так сопоставляю, думаю. А почему я не верю в официальную историю? Да потому что уже за мою жизнь её несколько раз переписывали. И вообще, оно на самом деле так каждые сто лет практически история переписывается. приходят к власти новые люди и начинается. Досыхает у меня кашпо. Вот высохнет, покрашу. С другом, с моим Сандрюшей ещё непонятно. Вчера его не стали выводить из этого состояния. Покормили через зонт и, в общем, ждут, ждут. Ну, надеемся на лучшее. Вот, Сашка моя. Звонила. Она там всё по старым детским своим местам ездит. Очень рада, что Мурманск приехала. Довольная прям. Ну, что, мои дорогие, доделала я кашпо. Ну, вот ещё вниз не посадила. Цветок надо туда посадить. Ну, я почему не посадила вот этот верхний у меня в горшочке. Да нет у меня лака нормального. Есть акриловый, универсальный, который пятна оставляет, но его я не хочу. Вот. Надо купить лак нормальный. Покрыть лаком. Можно ещё разочек покрасить. пока есть вроде какие-то проплешины. Вот. И покрою лаком и посажу туда цветочек. Вот. Вот такое вот кашпо получилось. Вместо того, чтобы отнести на мусорку. А что, необычное, правда ведь? Вот. Саша моя там всё путешествует по старым местам. Детство вспоминает. сейчас вам покажу. А тебе там далеко ещё идти-то? Да нет уже. Я уже сейчас уже буду короче подходить к своей умерновке. Да. Я не знаю, блин, как мне ехать обратно. Ну, на автобусе я не знаю этого типа расписания. но я думаю то что опять на тачке поеду. А ты спроси у кого-нибудь. Они же знают расписание. Вот это так мало стоит. Незаводится. Получается по первомайке досюда за 120 вроде бы доехала. А я сейчас только с Татьяной Валерьевной. Да, я так рада, что я дома. Вот. Сейчас походишь где твоя юность, не юность, а детство раннее прошло. Да. Как ты в ямах со сталой водой тонула тебя, сосед приносил. Да. Без сапог. Да. Жарко? Да нет. Наверное, типа сегодня с самого утра приустил 19 все люди в куртках, в шеватонах, а я вон. Чтобы маяки еще была из простыков-то надела. Вот. Такие вот дела. хорошо, зелень. Сирень-то цветет или еще нет? Цветет, ну, в полуцентре, да, пахнет. Слушай. Мамка, ну, что? Ну? Мамка, вот все-таки, ну, очень сильно, короче, да, встречается запахами все. Знаешь, ну, я, типа, приехала сюда и будто бы не было у меня там никакой короны, потому что все эти запахи, знаешь, вот эти вот, ну, типа, брусники, листьев, или еще чего-то. Да? О, мамка, которая. Ой. Вот в этом доме мы когда-то жили, когда Саша была маленькая. Охренеть. Ну, сейчас я-то типа пойду, короче, погуляю. Это мурманчане знают дровяное на той стране залива военный городок. Ну, ладно, давай. Давай. Опять какая-то тварь меня укусила, вон шишка прям. Это не комар. Кусаются все, кому не лень. Ну что, я сейчас пойду приступлю еще к чему-нибудь. Вот сижу, думаю, что бы мне натворить. Вот взялась резать всякие шмотки ненужные. надо еще коврик, наверное, один сделать. Так как Костя все выбросит, думаю, надо уже сразу нарезать на кусочки. Это вот штаны с василька, которые сели так. Я, слушайте, девчонки, я даже не знаю, на сколько они сантиметров сели. Сантиметров на десять, если не больше. Ужас. И вот у меня есть такого цвета еще. Материал тоже такой плотненький. Вот надо сейчас порежу. Пока есть у меня 40 минут до заката. занялась этим делом. Да, вот самое муторное в этих ковриках это вот нарезать. я не успела оглянуться. Нарезала вот, ну пока разрезала штаны, пока вот нарезала вот эту вот кучку. И, собственно, мне уже надо идти закат снимать. Так вот, быстро не получается. Ну вот, второй день вот такой закат какой-то странный. Ну что, мои дорогие, день прошел. Ну, собственно, день как день. Я сегодня по видеосвязи с Мариной пообщалась и с Сережей, и с Сашей, и с Настей, и с Оксаночкой попереписывались. Ну, в смысле, голосовыми сообщениями. Настя мне писала, что Андрей в общем-то, ну как, не открывает глаза, но на вопросы отвечает. хоть бы все хорошо было. Мне этот человек очень дорог. Последние года мы не видимся, потому что, ну, они в Калининграде живут. Но он мне все равно очень дорог. Я говорю, он мне как брат младший. Вот как Мишка, да, из Севастополя. Это родные мне люди. Переживаем. Он и Марина, подруги моей, такой же для нее человек. и мы все связаны. Поэтому не переживать за него мы не можем. А так у Сашки все нормально. Она только говорит, не хочу в Питер возвращаться. А Даня звонит и говорит, что он чувствует себя отцом-одиночкой. С котом и собакой. Ну, в остальном вроде у всех все нормально. Все потихонечку. Чего и вам желаю. Пусть все будет хорошо. Вон оно вылезает. Пусть ничего вас не тревожит, не беспокоит. Пусть настроение хорошее будет. Здоровье более-менее хотя бы. Берегите себя. жизнь у вас одна. Другой не будет. Это я говорю, да? Вот. Как легко говорить и желать людям. А сама ну, ладно. Я хоть другим это желаю. И то другие этого не делают. Так что, мои дорогие, пусть все у вас будет хорошо. Ну, надеюсь, завтра увидимся. А, да, что еще хотела сказать. на Яндекс Дзен просмотров гораздо больше, чем на Ютубе. правда, по деньгам там тоже не сказать, что сказочно. Ну, может быть, это пока. Я там всего ищу сколько. Сколько я там, месяц. Вот. посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Но просмотров гораздо больше. Вот, я попрошу Сашу, чтобы она сделала ссылку. ой, смотрите, какая красота та. Вот, и кому интересно то, что я руками делаю, там влогов там нет. Там только то, что руками делается. Заходите, посмотрите. Ну, в общем, ладно, поглядим. На Ютубе-то всё грустно, конечно, у меня. Совсем. По три тысячи рублей в месяц это вообще ни о чём. Но что сделаешь? Ну, эти машины прям трасса Москва-Петербург. Сколько машин стало ужасно. Вот, в общем, так. Давайте прощаться. Красиво, конечно. Прям красиво. Вот, ну, надо мне идти доделывать дела, пока не стемнело. Да, идти домой. Закрыться там, чтобы эти комары... Слушайте, вот кто-то укусил, правда, и прям шишка растёт вот на щеке. Ужас какой-то. Сейчас возьму эту штучку, которая от комаров. Невозможно, где они пролезают. Или через трубу от печки, не знаю. Или через вытяжку. Но это невозможно. Ну, невозможно. Я не могу, когда он зудит над ухом, я не могу спать. так что сейчас пойду, закроюсь. А то у меня бывает уже темно, свет горит и дверь открыта. Вот они, может, и пролезают через сетку. Всё, мои хорошие, давайте, зайки мои, отдыхайте. Не грустите. А самое главное, не болейте. Ладно? Ну, давайте, мои хорошие, мои хорошие, мои добрые девочки и мальчики. И спасибо вам огромное, что смотрите, комментарии пишете. Спасибо. Знаете, как хорошо, когда вот знаешь, что есть люди, которые думают о тебе, сочувствуют, заботятся, советы дают. Вы не представляете, как это здорово. Так что, спасибо вам, мои дорогие. Ну, и пока-пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok